В Караганде в прямом эфире начали трансляцию еще одного судебного процесса об избиении водителя скорой помощи. Эта история получила громкую огласку в ноябре прошлого года после поста в соцсетях. Тогдашний министр здравоохранения Ажар Геният. Заседание Октябрьского суда специально для трансляции в прямом эфире перенесли в здание областного суда. Сюда же привезли подсудимого. Нурбалат Дакибаев запретил показывать его лицо. Он ответил, что не одобряет трансляцию суда. Зато довольна сторона избитого водителя скорой помощи. Публичность, прежде всего, она никогда не вредила, во-первых, для общественного резонанса. То есть любой процесс, если говорить о судебных процессах, они имеют в первую очередь и влияют на общественное осознание. Это и правовая культура, конечно. Второе, как бы там ни было, любое наказание должно быть неотвратимо. Напомним историю. 26 ноября Нурбалат Дакибаев в первом часу ночи нес тумбу на мусорную площадку, когда дорогу ему преградила машина скорой помощи. Она приехала по вызову к грудному ребенку. Вернувшись, житель набросился на водителя с кулаками. Тори Галиберик Калиулы получил сотрясение мозга, переломы ребер и носа со смещением. Обидчик же спрятался на отдаленной зимовке. А когда его нашли, извинился перед водителем скорой. Дело возбудили по статье «Хулиганство», но потерпевший считает, что ему нанесли вред средней тяжести и просил статью ужесточить. Суд начался еще 6 марта, потом назначили дополнительную экспертизу. Сегодня я выступил эксперт со своим заключением, которое опять не удовлетворило потерпевшего. В соответствии со статьей 287 Уголовно-процессуального кодекса Республик Казахстан следует назначить повторную судебно-медицинскую экспертизу, поскольку предыдущее заключение эксперта недостаточно обоснованно и нарушены процессуальные нормы при ее производстве. Кроме того, для производства экспертизы в качестве консультанта необходимо привлечь врача-невропатолога. В итоге суд опять откладывают. Подсудимый считает, что судебное следствие несправедливо и уверен, что процесс намеренно затягивают. Тем временем в Верховном суде обещают устраивать публичную трансляцию из залов суда и по другим резонансным делам. Онлайн-суд сломал стереотипы консервативности судебной системы, расширив рамки организации судебных заседаний в пользу открытости и гласности. В целях обеспечения верховенства права, защиты прав и законных интересов граждан РК практика онлайн-процессов продолжается.